Почитал ваши отзывы. Благодарю, благодарю за то, что вы оплатите мне своим уважением, пожеланием добра и счастья. Это именно то богатство, которое я заберу с собой. А все это остальное останется здесь. Очень хорошо сказала Анна Кожемякина. Я очень благодарна вам за ваш труд. Ваши видео все замечательные. Если не брать разного рода ремонта видеокамер. Это старенькая камера, но она мне нравится. Я ее отдал. Люди сказали, что ремонт стоит тридцатку. Тридцатка это половина современной камеры, которая снимает в 4 тонка и так далее. Сказали столько, я отдал столько. Заботы о машинах и всем таком. То вот в таких вот видео я стараюсь с вами делиться своими наработками. Через что прошел. Рассуждать. Понимать. И как я понимаю, именно вот такие вот знания, а не просто там разборить рецепта. Это тоже хорошая на самом деле вещь. Разобрать тот или иной там рецепт. Это хорошо. Это хорошо. Ну вот поделиться чем-то действительно важным, вернее сугубо личным по жизни. То, что обычно никто не затрагивает. Это совершенно иной пласт. Это совершенно иное общение. И это общение для уже тех людей, которые состоялись. То есть они уже отошли от какой-то, будем говорить, фазы взросления. Столкнулись с жизнью. И вот жизнь начинает, как бы сказать им, преподносить такие вещи, которые заставляют задуматься. Которые заставляют понять, что жизнь это такое большое-большое и весьма интересное явление. В котором мы находимся, в котором мы взаимодействуем. И не хочу сказать, что я там учу вас, как в ней там ориентироваться и добиться там счастья при успевании, благосостоянии. Но тем не менее я делюсь, как у меня получалось. Значит, вот он пишет. Вы рассказывали о пищевой соде. О пищевой соде вы можете подробно почитать в моей газете Малахо ПРО. Что она справляется с грибками в человеческом организме. Да, она здорово влияет на грибки в человеческом организме. Но при этом надо понимать, что если вы будете продолжать принимать дрожжевой хлеб. И любите сладости. То с грибками вам просто так не справиться. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к употреблению пищи чеснока? И про чеснок я написал. Чеснок справляется без, как бы сказать, вот если берут антибиотик, то он действует на 2-3 вида различных там болезнетворных бактерий. Чеснок же действует на 300 видов. Это вот там где-то в лабораториях изучали. И пришли к такому выводу. На 300 видов болезнетворных бактерий. При этом не оказывая никакого болезнетворного или там отрицательного эффекта. Запомним. Чеснок. Чеснок, в первую очередь, это жгучий вкус. Жгучий вкус. Понимаете? Я, допустим, очень люблю чеснок. И не только его, но и лук, острый перец. Это все, будем говорить, растения, которые обладают выраженным жгучим вкусом. И именно жгучий вкус, он действует на микробы, на грибки, которые обитают в нашем организме, путем сжигая ихнюю оболочку. То есть, если это, ну, допустим, крупный паразит в виде листов, то он, значит, действует ожигающе на ихнюю оболочку. И заставляет их там выходить или куда-то прятаться. То есть, это как глистогонное средство. Они все с острым вкусом действуют. Если же это микроорганизмы поменьше, они просто-напросто расплавляют ихнюю оболочку. За счет чего они погибают. Чтобы вам было ясно и понятно, почему острый вкус и продукты, и овощи, содержащие острый вкус, так действует. И они все будут действовать так. И различную зелень. Ну, различную зелень тут ничего не сказано. Но, тем не менее, различная зелень, она также содержит разного рода фитонциды. Такие душистые вещества, которые уничтожают тех микробов, грибков и прочих паразитов, которые бы, если бы у них такой защиты не было, они бы ее просто-напросто съели. Чеснок справляется с грибками в организме. Ну, в какой-то мере, конечно, он справляется. Он действует хорошо. Ну, просто-напросто, как бы вам сказать, чеснок подействовал, значит, привел там в какой-то там порядок наш организм. Но, если мы продолжаем, вот именно воздражение у нас происходит в большинстве случаев за счет образа жизни. Если мы продолжаем принимать, опять-таки, торжевой хлеб, который подпитывают. Если мы продолжаем применять сладости разного рода, которые являются субстратами для роста грибков, то мы с этой проблемой не справимся. Есть такое наблюдение, что у женщин молочница обостряется после праздников. То есть, когда женщина, значит, выпьет, не контролирует себя, скушает тортика, переезд, то есть, создаст условия для того, чтобы эти все грибки размножались. И, пожалуйста, хоп, спровоцировал всплеск размножения. А потом, вроде, начинают там соду или еще что-то делать, они как бы ушли, но они там затаились. То есть, с этими вещами справиться не так-то просто, потому что они просто-напросто ждут, когда в организме создадутся благоприятные условия для размножения. И наша задача просто-напросто их не создавать. Я знаю то, что чеснок справляется с наружными кожными проблемами. Например, если лишай есть, лишай потерли, ну, как правило, он куда-то уходит. Но, смотрите, вот эта кожная проблема в виде лишая, она вроде бы может, вернее, нам кажется, что она исчезла, чеснок ее выжиг, а на самом деле она может просто-напросто уйти в глупый организм и там начинать свою, так сказать, медленную разрушительную деятельность. И вот для этого, для этого, когда вот после того, как у человека были лишеи, он считает, что все там справилось, все там прошло и все нормально, появляются разного рода там проблемчики такие уже там с сосудами, еще чем-то, еще чем-то. Вот когда он употребляет дегтярную воду, вот дегать за счет, опять-таки, своей душистости, за счет своих фитонцидов, за счет своих вот этих вот веществ, начинает вытеснять, пропитывать организм изнутри, и вот эта душистость заставляет вот тот вот, лишай, вот те грибки, которые были, вот те там паразиты, выходить изнаружи на кожу, на кожу. И, как я уже из практики знаю, женщина рассказывала, требуется два, три, а то полгода регулярного приема дегтярной воды для того, чтобы вывести вот эту вот заразу, которая ушла внутрь, из организма вообще. Тогда совсем по иному организм работает совершенно иная кожа и так далее. Значит, а как его ферменты проявляют себя внутри человеческого организма? Ну, я же сказал, не ферменты. Ферменты, вот считается, что ферменты именно живучие свойства, я о них уже рассказал. Одна личная вопрос вам по поводу яблочного уксуса, как он проявляется, я при приеме внутрь. А вот яблочный уксус, а он несколько по-иному проявляет, хотя тоже вот эти вот едкие свойства яблочного уксуса, они там, ну, будем говорить, заставляют там, особенно этих разного рода микропаразитов, растворяют их оболочки. Вот. И в основном яблочный уксус используется для того, чтобы, насколько я понимаю, для того, чтобы усилить собственные пищеварительные процессы. То есть его используют в основном для того, чтобы усилить пищеварительный процесс. Ну и плюс он еще там, яблочный уксус, насколько я там понимаю, калий, естественный, вводит в организм, которого не так уж, вернее, отребуется много, а поступает не так уж много. Хорошая вещь яблочный уксус. И вот, когда мы заходим в ресторан и кушаем суши, нам подают, как правило, там не яблочный уксус, а там соевый уксус или еще что-то. То есть для того, чтобы усилить пищеварительные способности нашего организма. Но к ним, и с другого мнения, следует вообще относиться несколько настороженно. Жгучий вкус я вам рассказал. Именно жгучий вкус повышает вот эти вот все наши пищеварительные свойства. Потому что пищеварение как печка. Иммунные свойства. Потому что иммунитет это тоже печка. Кстати, умственная способность это тоже огонь. Кстати, зрение это тоже функция огненная. Я свое мнение высказал. Значит, все специи очень хороши. Естественно, их надо использовать в меру. Ну, и как правило, знаете, любят те люди. Вот не просто хочется. Это говорит о том, что если хочется какую-то специю, какой-то продукт, то не хватает энергетики, которую этот продукт содержит. И он когда добавляет в нашу общую энергетическую систему больше огня. Она начинает совсем по-иному работать. Приходит в гармонию. Приходит в свое собственное равновесие. И мы это чувствуем как хорошо. Силе этот продукт нам стало хорошо. Но если вот, допустим, те же продукты, у кого чрезмерно выражен желчный принцип. То есть у них много своего собственного огня. И они еще добавляют в виде специи, то получается, что у них переизбыток. И могут возникать на этой почве уже совершенно иные отклонения. Так вот, чтобы этого не было, все вы пробуете на себе. Ага. То есть понимая, что любой продукт, помимо, будем говорить, питательных веществ, несет еще энергетику, которая может быть вам нужна и требуется, а которой может быть и излишек. Вы все это потом определяете по своему собственному самочувствию. Если вы этого покушали, ага, и все хорошо, значит, да, продолжайте. Если вы чувствуете, что вам от этого становится плохо, это говорит о том, что энергетики вполне достаточно, и вы ее просто перестимулируете. Значит, от этого продукта надо его более-менее умеренно употреблять, и все будет хорошо. Ну вот, примерно вот так вот.